Друзья, всем привет! Меня зовут Тихон, вы на моем канале, и сегодня мы приготовим замечательные пельмени. Ну и как всегда, прежде чем мы начнем, напоминаю подписываться на мой инстаграм, чтобы первыми узнавать о выходе новых роликов и рецептов и смотреть интересные и забавные моменты за кадровой съемки. Сегодня мы с вами приготовим необычные пельмени, точнее мы приготовим их обычные, но веселые, разноцветные, которые понравятся не только взрослым, мужчинам, мясные пельмени, но и детям, потому что они будут очень привлекательных оттенков. Покажу три вида теста, то есть одна рецептура, но как по-разному их можно обыграть. И для этого я буду использовать морковный и свекольный сок. Сейчас на столе вы видите все ингредиенты, которые понадобятся для приготовления хорошего эластичного теста для пельменей. Это мука, соль, яйца и вода, или сок, и капелька растительного масла. Давайте начнем замешивать тесто. В муке делаем небольшое углубление, отправляем туда яйцо, пол столовой ложки растительного масла и воду. Я не хочу нагружать вас цифрами в этом видео, хочу, чтобы вы просто наслаждались приготовлением красивых и сочных пельменей, поэтому все ингредиенты и рецептуру теста вы найдете в описании под этим видео и много полезных ссылочек еще. Что касается воды и других продуктов, я люблю использовать все комнатной температуры. Вода, яйца, все должно быть комнатной температуры. Тогда тесто, на мой взгляд, хорошо легко замешивается, получается эластичным и с ним не так много мороки. Все ингредиенты у нас в миске. Вначале перемешиваю ложкой, потом подключаю руки. Начинаем замешивать, пока вся мука не начнет объединяться к мук тесто. И как только понимаем, что дальше ложкой вымешивать тяжело, подключаем наши руки. При помощи теста собираем все остатки муки со стенок миски. Посмотрите, какое мягкое и классное тесто. Шикарно! Я не сторонник того, чтобы вымешивать тесто на пельмене слишком долго. Некоторые говорят, мешайте его 20-30 минут, пока оно не станет эластичным. Не нужно уставать самим, не нужно мучить свои руки и тем более не нужно мучить тесто. Просто заверните его в целлофановый пакет, оставьте его в покое на полчаса в холодильнике или на холодном балконе. И через полчаса еще буквально 3 минутки помните. После этого вы можете ставить его хоть на сутки. Оно полежит, отдохнет, будет кататься в тоненький пласт теста. И у вас получится очень классное тесто на пельмени. Вот так. Одного такого небольшого замеса теста хватит на приготовление 25-30 хороших, таких добротных пельменей. А мы переходим к приготовлению цветного теста. И что для этого нужно? Для этого нужен сок. Также вы можете покрасить тесто, например, добавив в муку немного куркумы или паприки. И когда вы добавите воду, оно тоже окрасится. Но не будет того насыщенного цвета, если вы добавите сухие ингредиенты, а не сухие. Для того, чтобы добиться красивого, насыщенного желтого цвета, я использую морковный сок. Я отжал его через соковыжималку. Если у вас нет соковыжималки, вы можете купить в магазине морковный сок. Там, Тедди или еще какие-то продаются. Они отлично для этого подойдут. Также комнатной температуры. Яйца. Соль. Растительное масло. И морковный сок. В морковном соке содержится натуральный краситель, бета-каротин, который отвечает за красивый желто-оранжевый цвет. На запах морковка немножко чувствуется, но на вкус это практически никак не повлияет. Даже если повлияет, то ваши пельмени будут более витаминизированы. Выбираем в пакет и переходим к красному тесту. Яйца, соль, растительное масло и свекольный сок. Шикарный цвет. Мне напоминает цвет черно-сморозеного варенья. Также убираем его в пакет и оставляем все наше тесто отдохнуть, как я и говорил, 40 минут. После этого я его вымешу. Ну, я не буду это уже показывать, просто немножко помешаю. И еще на часик, на два хотя бы дам ему отдохнуть. За это время мы займемся подготовкой фарша. Наверное, настолько долго, сколько идут споры, что появилась первая курица или яйцо, также долго идут споры, что главное в пельменях – тесто или фарш. Я все-таки склоняюсь к тому, что хороший фарш – это 99% успеха хороших, вкусных, сочных пельменей. Поэтому я покажу, как делаю фарш я. Для меня это главное – хорошее мясо. Я обычно беру смесь свинины и говядины, репчатый лук, большое количество свежемолотого черного перца, соль и капельку сушеного чеснока. Мне так нравится больше. Ну и, конечно, холодная вода. Давайте подготовим ингредиенты для мясорубки. Репчатый лук я нарежу на сегменты. Две средние луковицы. У меня здесь два кусочка говядины, костной, в ней практически нет жира, нет жилок, поэтому просто нарезаю на небольшие кусочки. И в качестве жирной основы я буду использовать свинину, точнее свиную шею, которую тоже нарезаю кусочками. Много мяса немало, поэтому делаем фарш из того количества мяса, которое вам хочется. А если останется, приготовите котлетки или фрикадельки. Включаем мясорубку и измельчаем фарш. Измельчить мясо недостаточно, нужно довести его до вкуса. Поэтому добавляем специи, перец, чеснок, воду и доводим его до нужной консистенции. Перекладываю в миску побольше, чтобы удобнее было вымешивать. Хорошенько посолить. Побольше свежемолотого перца. И сухой чеснок, примерно пол столовой ложки. И теперь перемешивая фарш, будем добавлять холодную воду. Кто-то добавляет ледяную, кто-то добавляет колотый лед. Мне кажется, хорошей холодной воды, не горячей, достаточно перемешивать. Первым делом нужно хорошенько распределить специи и лук по всему фаршу. И добавляем воду. Шикарно! Это я называю настоящий фарш для пельменей. Лепчатый лук, чеснок и свежее мясо. Можно и так съесть. Небольшой лайфхак. Если вы переживаете, что вы пересолили или недосолили свой фарш, ну, очевидно, его нужно попробовать. Но многие боятся пробовать сырой фарш. Поэтому отличным решением будет сделать буквально небольшую фрикадельку размером с чайную ложку. Кладете ее на блюдечко и отправляете в микроволновую печь буквально на 30 секунд. Она приготовится, останется такой вареной, готовой, упругой. Вы ее пробуете, понимаете, хватает у нас соли или нет. Нужно ли добавить перца. Дорабатывайте свой фарш и ни о чем не сожалеете. Фарш я накрываю пленкой, оставляю его в сторону. Ему нужно 40 минут промариноваться. А у нас тем временем готово тесто. Я начинаю его раскатывать, вырубать и переходить к лепке наших пельменей. Ну и переходим к самому интересному. Раскатка теста, формовка наших пельменей. Посмотрите, как я и обещал, через 2 часа тесто стало просто идеальным. Оно мягкое и эластичное. А самое главное, супер податливое. Стол хорошенько припудриваем мукой. Тесто с двух сторон тоже. И немножечко смазываем скалку. И начинаем катать тонкое тесто, примерно 1 мм толщины. С таким тестом справится даже ребенок. Оно очень легко катается. Посмотрите, какое тонкое. Шикарное тесто. Чтобы не портить наш стол вырубками, подкладываем снизу какую-то доску. Берем стакан, рюмку. У меня есть специальные кольца для вырубки. Одно 6 см, другое 7 см в диаметре. И начинаем вырубать кружочки для наших будущих пельменей. Посмотрите, какие хорошие, аккуратные кружочки получаются. Оставшееся тесто можно раскатать повторно или оставить на следующий раз. Для того, чтобы наши кружочки не пересыхали, пока мы будем раскатывать остальное тесто, я накрываю его пленкой. То же самое проделываем с морковным и свекольным тестом. Посмотрите, какое шикарное тесто. Ну и переходим к красному тесту. Как я люблю работать с этим тестом. Он такой мягкий, гладкий, эластичный. Еще и такое яркое. Ну что, друзья, и теперь самое интересное. Осталось все только долепить. Это делать семейные. Привлекайте детей, привлекайте жену, муж, кого угодно. Собирайтесь в дружной семье и за столом. И начинайте лепить. Один вырубает, один распадает фарш, третий лепит. Так дела пойдут намного быстрее. А лепка пельменей всегда сближает. Берем небольшое количество фарша и выкладываем его примерно к серединке нашего теста. Так, чтобы не испачкать края. Берем наш пельмень и начинаем аккуратно слеплять краешки. Трамбовый при этом фарш. Излишки можно убрать. Самое главное, это хорошо залепить тесто. И потом одним простым движением слепляем хвостик. Давайте еще разочек. Берем тесто и двигаясь от края начинаем защиплять. При этом, видите, я большим пальцем как бы немножко утрамбовываю фарш под тесто. Складываем и защипляем. Если есть лишний фарш, не стесняйтесь его убирать. Ну а теперь все дружненько присоединяемся за стол и начинаем лепить. Так, пальчиком немножко принимаешь вниз фарш. Под тесто под каждый щекот немножко заталкиваешь. Такой уродец, мой Диос. Ну что, друзья, наши пельмени наконец-то готовы. Ну почти готовы. Их осталось только сварить. Вода доведена до кипения. Добавляем туда соль и отправляем вариться наши пельмени. Поскольку они у нас сейчас не замороженные, им будет достаточно минут 7. Как только всплыли, минутки 2 подержали их и они готовы. Воду хорошенько посолить и отправляем наши пельмени. Ну а пока они закипают и варятся, нужно подготовить сметану. Я не представляю себе пельмени без сметаны. А чтобы сделать ее вкусной, я добавляю туда немного чеснока и свежей зелени. Веточку укропа, петрушки. Немного зеленого лука. И все это измельчаем. И пару зубчиков чеснока. И хорошенько перемешать. По 9 штучек на порцию, я думаю, будет самое то. Ну и, конечно, хорошие порции сметанки. Говорить о том, что они выглядят невероятно, я даже не буду, потому что... Ну, это очень мило. Разноцветные пельмени. Хорошая добротная порция. То есть, это не какие-то магазинные, маленькие, такие на один укус. Это хорошие пельмени, которыми действительно можно наесться. К тому же, мы знаем, какой там фарш. Мы сами готовили тесто. Я уверяю вас, вы запомните эти пельмени надолго. Давайте разрежем, посмотрим, что внутри. Смотрите, какие они сочные. Это невероятно. Нежно, вкуса. Господи, как же это великолепно. Друзья, мы уже готовили хинкали, теперь приготовили пельмени. Пишите, что следующее из мяса нам завернуть в тесто, и как это приготовить. А с вами был Тихон, не забывайте подписываться на канал, ставьте ваши лайки, оставляйте ваше мнение в комментариях. До скорых встреч. Пока.